С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов, нянечки, юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительные системы, служащие Национальной гвардией. С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В МЧС подтвердили, что запрет таким образом касается и курения на балконе. Правила распространятся также на комнаты в общежитиях и гостиничные номера. Штраф за нарушение до 3000 рублей, а если оно привело к пожару до 5000 рублей. В случае серьезных последствий возгорания нарушителю может грозить уголовная ответственность. С 1 октября повышается ставка НДС при реализации пальмового масла. 20% вместо 10. А налог на реализацию фруктов и ягод, в том числе винограда, снизится до 10%. Эти изменения могут привести к росту цен на кондитерскую продукцию и снижению на плодово-ягодную. С 1 октября при получении кредита в банке некоторых заемщиков может ждать разочарование. Кредитные организации начнут оценивать степень закредитованности потенциального клиента. Будут применять показатель долговой нагрузки. При расчете ПДН банки будут брать сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах в Бюро кредитных историй. Формула расчета ПДН примерно такая. Определяется общая сумма платежей по уже взятым кредитам, прибавляется платеж по будущему займу и определяется, какой процент это составит к среднемесячному доходу за последние полгода. С 1 октября жилое помещение в многоквартирном доме нельзя будет использовать для предоставления гостиничных услуг. Продолжать держать хостелы и мини-гостиницы можно будет только в нежилых помещениях, которые расположены на первых этажах с отдельным входом. Кроме того, хостелы могут работать в комплексах апартаментов, так как они не считаются жилыми. И теперь же открывать гостиницы и хостелы в помещениях можно только после его перевода в нежилой фонд. С 1 октября 2019 года потолок страхового возмещения при оформлении ДТП по Европротоколу вырастет до 400 тысяч рублей во всех регионах России. До этого такая цифра фигурировала только в Петербурге, Москве, Подмосковье и Ленобласти. Оформить ДТП по упрощенной схеме без вызова ГИБДД можно, если в аварии участвует только два транспортных средства. У обоих водителей есть ОСАГО, в аварии нет погибших и пострадавших и не был причинен ущерб третьим лицам. На возмещение в пределах 400 тысяч рублей можно рассчитывать, если между участниками ДТП нет разногласий, водители зафиксировали на фото автомобили и их повреждения и отправили изображение в РСА с помощью мобильного приложения ДТП Европротокол. Если водители не пришли к согласию, но второе условие выполнено, то потерпевший в ДТП может получить возмещение по Европротоколу в пределах 100 тысяч рублей.